Брянский электромеханический завод, входящий в состав концерна радиоэлектронных технологий, закончил производство двух комплексов радиоэлектронной разведки на военном языке, более известных как «Красуха-4». Поздравить заводчан с достигнутым успехом приехали представители Минобороны правительства Брянской области. На состоявшемся собрании отметили, завод является уникальной базой для производства систем приема и обработки информации. С недавнего времени объемы продукции предприятия сильно увеличились. В 2011 год объем на заводе был 220 миллионов рублей, в 2012 год объем был 597 миллионов рублей. В этом году завод сделал 2 миллиарда 100 миллионов. В следующем году будет не меньше, я думаю, процентов на 25 больше. В 2014 год я сказал, в 2015 год также обеспечен заказами. Мы сейчас думаем про перспективы 2016-2017 года, для того, чтобы завод был обеспечен работой. На мой взгляд, по сравнению с тем, что было, заводу нужно отработать эти объемы. Мы видим, что в этом году справились, в следующем году тоже нет сомнений, что справятся. Производимый на предприятии комплекс «Красуха-4» является высокотехнологичным оборудованием. Эти комплексы почти не имеют аналогов в мире. С похожими системами они успешно конкурируют. «Красуха» способна полностью закрыть от радиолокационного обнаружения участки земли в сотни километров, а также подавлять действия радаров. Производить такие сложные системы удается благодаря слаженному коллективу и грамотным специалистам. Сейчас мы видим, что одно из крупнейших предприятий, предприятий, которым гордилась всегда Брянщина, оно поднимается не только с колена, оно встает во весь рост. И это уже перспективы научно-производственного серьезного предприятия, оборонно-промышленного комплекса. И я думаю, что то, что завод не утратил еще свой и такой трудовой потенциал, научно-технический, это очень важно. У концерна радиоэлектронных технологий большие планы модернизации Брянского завода. Учитывая налаженное взаимодействие с Министерством обороны, предприятие будет обеспечено заказами. Это, в свою очередь, позволит концерну обеспечить загрузку Брянского завода на ближайшие годы. Что касается выполненного заказа, то скоро Вооруженные силы России пополнятся еще несколькими современными комплексами, сделанными на Брянском электромеханическом заводе. Игорь Мерчук, Дмитрий Комаров, События Брянск.